Уважаемые страны, сегодня седьмое практическое по предмету технологии пищевых биопродуктов. Тема наша промышленное получение антибиотиков, применение антибиотиков в медицине, в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности. Путь повышения биосинтеза антибиотиков в микроорганизме, антибиотики, антибиотические вещества, антибиотики. Антибиотические вещества образуются в различными группами организмов, бактериями, грибами, высшими растениями, животными. История открытого первого антибиотика, начавшего сроком применения в медицине, практике, связанной с именем шотландского микробиолога Племинга. В 1881 году он родился, в 1955 году умер. Значит, в наше время, я имею в виду, в 20 веке, в научную литературу термин антибиотик был введен Баксманом в 1942 году. Этот термин, несмотря на определенное несовершенство, дословно против жизни, прочно вошел не только в научный лексикон, но и в повседневный обиход. Однако, в самоопределениях понятия антибиотик разные авторы выкладывают далеко неоднозначный смысл от весьма расширенного до очень суженного толкования этого явления. Нам представляется целесообразным дать следующее представление о понятии антибиотика, антибиотические вещества. Антибиотики вы знаем, лекарства? Когда сильное воспаление или там грипп начинается, сильный грипп. Что мы принимаем, какие лекарства принимаем? Какие антибиотики знаете? В этом случае мы получимую антибиотику. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Антибиотики Антибиотики Специфические продукты Или полностью подавляя развитие Особенность образования антибиотических веществ Особенность образования антибиотических веществ Наследственность Наследственно закрепленных типов обмена веществ их процедентов Иными словами, каждый антибиотик может образовываться одним или несколькими, но вполне определенными штаммами Штаммами Ну штамм это виды, вот вы знаете, микроорганизм Микроорганизм в случае образования этих соединений Микроорганизм Соответствующий вид штамма микроорганизма Микроорганизма Может синтезировать процессы жизнедеятельности Один или несколько определенных антибиотиков Антибиотики Представители различных классов химических соединений От довольно простых Ациклических соединений До весьма сложных структур Типа полипетитов И Актино-медцинов Одной из функций этих биологических активных веществ Образуемых клетками Является их Защитная роль в процессе Борьбы за существование Антибиотики Выступают в качестве Фактора антагонизма Вместо с тем необходимо Иметь в виду, что антагонизм Среди микроорганизмов Может проявляться Не только в результате образования антибиотиков Но и благодаря другим факторам Поэтому Продуктирование антибиотических веществ Это лишь одна из Форм проявления Антагонистических взаимоотношений В мире микроорганизмов Получение антибиотических веществ В промышленных условиях Осуществляется В основном В результате биологического синтеза Или путем Химической модификации Полученных в процессе Биосинтеза молекул Этих физиологически Активных соединений И лишь Единичные антибиотики Например Химический синтез Продуктивные антибиотики Выпускаемых в промышленности Является Собственной бактерией Актинометитетины Мицелленные грибы К антибиотикам бактериального происхождения Принадлежат около 600 номерований К антибиотикам бактериального происхождения Принадлежит около 600 номерований Однако Относительно Небольшое число Веществ Выпускаемых в промышленности Вреди них Можно назвать Грамицидин ПЭС Образуемый Вакцилами Полимексины Прецедентами Которых Является Вакцилами 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 К этим Вакцилами 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 Подбор среды для культивирования. Подбор среды для культивирования. Подбор среды для культивирования. Биосинтеза, молекулы, антибиотика, необходимых витаминов, микроэлементов и других веществ. В натуральных средах определенный состав, включающийся соевую муку, кукурузную муку, пшеничную муку, кукурузный экстракт и других растительных или животных продуктов, а затосодержащих преимущественно в форме белков, полипептидов и аминокислот. Источник углерода оказывает существенное влияние на метаболизм микроорганизмов и образование ими антибиотиков для каждого процедента антибиотика. С целью наилучшего развития высокого уровня образования антибиотиков необходимо подбирать только в соответствии источник углерода, но и их концентрация среди правильного соотношения азота и углерода. Огромное значение для роста микроорганизмов, образования ими антибиотиков, имеет концентрацию фосфора в среде недостаток или избыток фосфора, в среде резко сказывается на обмене веществ микроорганизмов, в среде недостаток или избыток фосфора в среде резко сказывается на обмене веществ микроорганизмов и, следовательно, на процессе биосинтеза антибиотиков. Это особенно заметно проявляется на образовании таких антибиотиков, как энтероциклины, макролиты и некоторые другие биосинтезы, которые связаны с углеродным обменом. Предшественные биосинтезы антибиотиков В ходе биосинтеза некоторых антибиотиков большую роль в увеличении или их выхода оказывает так называемый предшественные биосинтезы, органические вещества, субстраты, которые в процессе образования антибиотика тем или иным способом влучшающих его молекулы без предварительного расчетления на отдельные фрагменты и последующего синтеза. Например, при образовании молекулы пентелина отчестника выступает никулисная кислота, ее производная. Дайгерим, дайгерим, дайгерим кайде? Ага, дайгерим, шинар. Міна сөреттердің кереву жоқ. Міна сөздері төн күлігі... Добро пожаловать в Казахстан! Ты собрался из меня, как делаешь? Я не говорил, что я вам не знаю. Ты собрался. Мы должны не отправлять? Нет, я не буду, она не отправляйте. а 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 Продолжение следует. 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 И консервной промышленности, как специфические ингибиторы в биологических исследованиях антибиотиков в медицине. Открытие антибиотиков вызвало переворот в медицине. Многие антибиотические большинства оказались незаменимыми леченными препаратами. Они нашли широкое применение при лечении многих инфекционных заболеваний, которые они считали неизлечимыми или опровождались высокими летальными исходами. В число таких заболеваний необходимо отнести некоторые формы глюклеза. Прежде всего глюклез менингитный, который до применения антибиотиков вызвал стопроцентный летальный исход. Чуму азиатскую холеру, брюшной тиф, слез, пневмонию, различные хептические процессы и другие. Некоторые антибиотики способны подавлять развитие закачественных опухолей, проявлять активность в отношении ряда вирусов. Вот наши против коронавируса тоже, наверное, можно антибиотики использовать в каком-то степени.